И всем привет, с вами Блиц. Сегодня у нас стори тай вместо художественной темы. Почему, спросите вы? Ну, я без понятия. Сидела в дискорде со своими пацанами, и что-то мне пришло в голову записать это. Просто без каких-либо причин. Почему бы не поделиться, всё равно ведь могу. И перед тем, как начнём, SpeedPaint просто на фоне комиссион. Один из самых простых, буквально. Но SpeedPaint давно нигде не использовался, и я решила, что надо бы его хоть куда-то впихнуть. Всё-таки жаль, я записывала, тратила время. Так что, вот. Можете потом написать, что думаете. Ну, а как вы уже видите по названию, сегодня не самая позитивная тема. Но это не какое-либо там нытьё, или я уже не знаю, что люди думают, когда видят такое. Реально просто стори тайм, с какими-либо фактами, или хотя бы то, как я это запомнила. Как всегда, просто моё мнение. Ну, потому что я могу поделиться, и мура. Спасибо. Итак, погнали. Как я уже рассказывала, в школе я была, если не изгоем, ну, как минимум, человеком, с которым общаться было просто не круто. Да-да, находилась в самом низу пирамиды, так сказать. Со мной там тусила одна моя подруга. Естественно, мы с ней дружили, логично. И она была тоже примерно такой же. Но если с ней было всё как-то более-менее понятно... Ладно, конечно, буллинг невозможно оправдать или понять. Дело в том, что она заикалась, и я не знаю, это не нравилось другим детям. Это очень странная причина, но именно поэтому с ней особо не общались. А я просто людям не нравилась из-за того, что я была замкнутой, и ходила в штанах с косичками. И вот, оказывается, так мало нужно для того, чтобы тебя просто не любили. И я начала рисовать как раз из-за того, что мне особо не с кем было общаться. Моя подруга тоже тогда рисовала. Но ведь это было в школе, мне кажется, что очень много людей просто от скуки начинают рисовать в школе, даже если никогда не хотели этим заниматься. И мы особо не общались за пределами школы, чисто в школе. За пределами школы у неё была своя подруга, а у меня как бы не было. И тогда интернет-друзья были не так распространены, как сейчас. Ну, то есть ВК тогда регистрировались по приглашению. Не думаю, что здесь вообще есть такие Элды, которые помнят это. Была стена, дуров, ну, в общем, вы поняли. В общем, не было тогда такого общения, как сейчас. Типа, зашёл в сеть, написал Лео Мучеллу, вы познакомились, поделились мыслями, и вот вы уже друзья. Нет, всё было сложнее. Мои родители в целом не считали школу проблемой. То есть, они считали, что виновата я, а не школа или одноклассники. Типа, по их мнению, с нормальными людьми же общаются, значит, это с тобой что-то не так. И переубеждать мне было, естественно, их лень. К тому же, чтобы это не выглядело так, словно мои родители совсем уж пидорасы, я просто хочу сказать, что когда меня в школе реально избили, они пришли, и был большущий скандал и с родителями, и с директором. А в следующем году я уже была в другой школе. Так что не могу сказать, что им было вообще насрать на это. Но в любом случае, было довольно неприятно, в том плане, что мои родители не считали мои проблемы важными. Просто потому, что я ребёнок, и я хожу в школу. Что я могу знать о жизни? Я думаю, большинству знакомы, как минимум, эти фразы. Типа, что такого? Ты же просто уже учишься. Что в твоей жизни может происходить? Всё это, типа, перерастёт, и пройдёт, и всё будет окей. Может, это так и есть. Может, мы перерастём. Может, это всё пройдёт. Но дело в том, что тогда, на тот момент, эти проблемы реально кажутся важными. И довольно странно слышать от людей, которые когда-то были такими же мелкими, что это не важно. То есть, да, конечно, в общей тематике это всё не важно. В общем смысле, ну, тоже не важно. Но кто мы такие по сравнению с космосом, если так и разбирать? Ну, в общем, вы поняли. Довольно странно. И при этом, обычно такие люди, когда дело касается чего-то для них, мы все сразу становимся в один момент взрослыми и ответственными. Посидеть надо с сестрой младшей, ну, ты уже взрослый, ты можешь посидеть и не погулять. Хочешь погулять до поздна, нет, ты всё ещё маленький. Ну, в общем, вы поняли. Довольно лицемерно. Но, честно говоря, для старшего поколения это, видимо, уже норма. Уж не знаю, какой буду я потом, или какими будут остальные люди вокруг меня, когда вырастут. Но надеюсь, что всё станет намного лучше и все научатся понимать друг друга. И примерно в то время я как раз пристрастилась к селф-харму. Я не очень горжусь этим. Я считаю, что это была максимально дебильная идея. Но, слава богу, я была не совсем тупой. Поэтому шрамов у меня практически не осталось. Крайней мере, сильно заметных шрамов, конечно, если искать, можно найти. На тот момент, мне казалось, это единственный выход из всей ситуации. Просто потому, что в жизни не было смысла абсолютно никакой. Но при этом я считала, что раскомнадзор это плохо, и к тому же мои школьные проблемы это не конец жизни. Да, я знаю, это, наверное, звучит странно. С одной стороны, я всё понимала, но с другой, мне было настолько плохо, что было уже как бы и насрать. Я шифровалась вообще просто по-мастерски за несколько лет таких развлечений, в кавычках. Меня никто вообще не спалил, ни родителей, ни друзья, ни учителя в физрей или плаванью. Всем было просто пофигу, при том, что я, ну, максимум, что носила длинные рукава. Ну, когда речь идёт о физкультуре или плаванью, я, естественно, не могла всё это закрыть и не ходила в бинтах. Видимо, люди и замечали, но всем было просто пофигу. Вообще, я по жизни как раз тот самый чил, который угорает в компании друзей, а потом идёт в ванну и сидит молча, думает о том, как в жизни всё плохо. И я без понятия, откуда у меня это. Я думаю, это ещё как раз со школы, когда поддержку было просто неоткуда взять. А сейчас уже есть люди, которые как бы могут меня поддержать, но мне всё ещё кажется, что я им просто надоедаю и мешаю. Я это не могу искоренить из себя абсолютно никак. И вот вроде говорят мне, что нет, всё ок, но ощущение, что нет. И, кстати, перестала я заниматься самоистязанием буквально по смешной и дебильной причине. Мне просто было больно рисовать. И рады не заживали и болели. Ну, я сделала вывод и просто выбрала рисование, как средство депрессионной грусти и апатии. Правда, теперь рисование бывает причиной всего выше. Но, к счастью, не сильно часто. И так смешно читать комментарии или слушать людей, которые говорят, ну вот что ты ноешь? Это разве проблемы? Вот у меня реал проблемы. Да, чел, это проблемы. Да, они задевают меня. Да, они мешают моей жизни. Если у тебя такого нет, ну, я реально рада. Но как это меняет факт того, что человеку бывает плохо? В чём его вина? Сейчас такая эра, эра интернета. Люди хейтят других людей за любой пук. Так что неудивительно, что есть и такие люди, у которых всё явно хуже, чем у тебя. Но вот они такие молодцы, не унывают. Зато уходят и пишут всякое говно. Ох, ладно. Всё. Делитесь своими историями. Надеюсь, у вас не было ничего похожего. Или если происходит, давайте пообщаемся. Как-то поддержим друг друга. Я постараюсь ответить на всё, что смогу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Чекайте все мои соцсети. Можете чекать твиттер. Я туда бывает часто бомблю от грусти, депрессона, злости. Не знаю. И всем спасибо, что выслушали. Всем отличного дня и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!